Евразийскому экономическому союзу исполнилось пять лет. Какие изменения произошли в сфере транспортной логистики стран-участниц союза за это время? Какое развитие получила транспортная инфраструктура Казахстана? Подробнее обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы «Транзитный Казахстан». Казахстан по праву считается инициатором новых передовых идей. Одну из них наш первый президент озвучил еще в 1994 году в Москве. Именно тогда в стенах МГУ имени Ломоносова Нурсултан Назарбаев предложил свою концепцию интеграции государств постсоветского пространства. Изначально эту инициативу поддержали не все стороны. О создании нового экономического союза говорили долго. Государства тщательно изучали все плюсы и минусы. Однако со временем желающих сотрудничать в рамках такого союзничества становилось все больше. В итоге 29 мая 2014 года лидеры Казахстана, России и Беларуси подписали договор о создании ЕС. На днях этой организации исполнилось уже 5 лет. ЕС не является политическим объединением, как Казахстан отметит, а носит чисто экономический интеграционный характер. В рамках ЕС у нас обеспечивает это свобода движения товара, услуг, капитала, рабочие силы, проведение скоординированной и согласованной транспортной политики. Основными целями ЕС это создание условий для стабильного развития экономики государств, членов союза в интересах повышения жизненного уровня их населения, то есть стремления к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. Если в самом начале договор о партнерстве в рамках союза подписали только Казахстан, Россия и Беларусь, то затем к ним присоединились Армения и Кыргызстан. Сегодня потенциал Евразийского экономического союза очень высок. Он является крупным участникам мирового рынка с внешнеторговым оборотом около 750 миллиардов долларов США, совокупной экономикой в 2 триллиона долларов и населением более 180 миллионов человек. Страны-участницы союза постоянно стремятся к увеличению внешней и взаимной торговли, а также развитию международного сотрудничества. Сегодня для них открываются новые возможности освоения рынков третьих стран. В первую очередь хотелось отметить, что за это время подписаны основополагающие документы, которые направлены на формирование единого транспортного пространства. Это принято главами государственной программы «Скоординенно согласованная транспортная политика». В ее реализацию премьер-министрами приняты дорожные карты по каждой отрасли, которые направлены на формирование общего рынка транспортных услуг. В странами Евразийского экономического союза проделана большая работа по реализации ряда задач в области развития транспортной инфраструктуры. Их цель состоит в том, чтобы создать единое транспортное пространство. То есть, внедрив передовой опыт, интегрировать транспортные системы государств, членов в глобальную транспортную систему. Все это позволит максимально эффективно использовать транзитный потенциал всех стран, а также повысить качество труда работников этой сферы и обеспечить безопасность на транспорте. Если посмотреть статистику 5-4 лет, то доля казахстанского экспорта во внешней взаимной торговле Евразийского союза выросла на 34%. Это внешняя торговля, да. Если посмотреть внутри союза, то экспорт у нас вырос на 15%. Я считаю, что именно вот эти показатели говорят о том, что принятые документы способствуют развитию транспортных услуг. В 2018 году грузооборот всех видов транспорта по ЕАЭС по сравнению с 2014 годом увеличился на 11% и составил 3,514,000,000 тонн на километров. А пассажирооборот вырос на 9,4% и составил по 753,000,000 пассажиро-километров. Объем перевозок грузов за тот же период увеличился на 5% и составил 11,18 миллиарда тонн. А объем перевозок пассажиров вырос на 3% и составил 37,8 миллиарда человек. За эти 5 лет в автомобильном транспорте, к примеру, грузооборот увеличился на 11%. Если посмотреть в сфере железнодорожного транспорта, то за 2 года у нас грузооборот увеличился на 19%. Также в железнодорожном транспорте создана основная институциональная основа. Это мы унифицировали наши тарифы. Транзитные тарифы унифицированы в направлении портов. Также внутри Союза применяется унифицированный тариф. Общая протяженность автомобильных дорог стран Евразийского экономического союза составляет 1,6 миллиона километров. Сегодня в Казахстане реализуются масштабные проекты по развитию дорожной инфраструктуры. За последние 10 лет республика вложила в развитие транспортной отрасли более порядка 6 миллиардов долларов США. То есть построено около 2,5 тысяч железных дорог, реконструировано 6,5 тысяч автомобильных дорог. Увеличены мощности морских портов Казахстана до 26 миллионов. В рамках Союза страны также создали успешно функционирующую транспортно-логистическую компанию Евразийский железнодорожный альянс. Ежегодно он показывает рост контейнерных перевозок на территории между КНР и до границы с Польшей. Совместное предприятие решает такие вопросы, как регулирование контейнерных перевозок, проблемы документооборота, а также способствует улучшению инфраструктуры. После запуска альянса объем транзитного трафика заметно вырос. На сегодняшний день, с 2014 года, показывает увеличение объемов перевозок контейнеров. Для примера, я могу сказать, что в 2014 году перевозки составляли около 47 тысяч контейнеров. В 2018 году уже этот рост составил 203 тысячи контейнеров. И в этом направлении в рамках ОТЛК планируется увеличить объем транзитных контейнеров с Китая в Европу и в обратном направлении до 800 тысяч контейнеров уже в 2020 году. К 2025 году в рамках ЕАЭС будет создан общий финансовый рынок транспортных услуг. Это значит, что у отечественного бизнеса большой потенциал для дальнейшего развития. Главная задача – предоставить конкурентоспособные транспортные услуги в пространстве ЕАЭС. С республикой Армения за 2018 год у нас объем экспортно-импортных перевозок именно на автомобильном транспорте между нашей страной и Арменией составил около 573 тысяч тонн. То есть по сравнению с 2014 годом, когда подписывался договор, рост более 100%. С республикой Беларусь рост более 20%. За 2018 год было перевезено 134 тысячи тонн. С Российской Федерацией по сравнению с 2014 годом рост составил 20%. Это тоже колоссальные большие цифры. Кроме того, в этом году страны ЕАЭС подписали соглашение о судоходстве. Это одно из самых значимых событий для всех членов Союза. Переговоры длились целых пять лет. В итоге на встрече с участием премьер-министров пяти стран было подписано соглашение, призванное содействовать развитию экономической интеграции между государствами Евразийского экономического союза. Что мы ожидаем от этого соглашения, то, к примеру, к 2023 году на Урало-Каспийском бассейне мы планируем увеличить грузооборот с 55 до 269 тысяч тонн. На Иртышском бассейне мы планируем увеличить наш грузооборот с 200 до 1 миллиона тонн. Также это соглашение дает такие преимущества, так как признание удостоверения моряков, четко регламентирует порядок и регламент осуществления перевозок. Если, допустим, раньше для прохода наших судов требовалось порядка шести месяцев получить разрешение, то сейчас у нас это четко регламентировано и требуется порядка десяти дней, и это решение принимается уполномоченным органам. ЕС получает все большее признание на мировой арене. Сегодня желание сотрудничать с Евразийским экономическим союзом выразили уже 40 стран. За пять лет государствами ЕС успешно реализованы несколько масштабных проектов. Но страны-участницы не планируют останавливаться на достигнутом. Ведь ЕС находится только в начале своего пути создания устойчивого социально-экономического пространства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова